Трагедия, произошедшая на шахте Северной и унесшая жизни 36 человек, стала еще одной печальной страницей в истории города. Несколько дней февраля воркутинцы с замиранием сердца ждали новостей и надеялись на лучшее. Люди, которые, рискуя собой, спускались в горящую шахту, чтобы спасти оставшихся там горняков, вселяли в нас эту надежду. Но судьба распорядилась по-другому, и очередной взрыв унес жизни пяти горноспасателей. Свои награды, ордена мужества, они получили в минувшую пятницу, уже посмертно. 10 июня в актовом зале военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна собрались семьи, сослуживцы, друзья горноспасателей, погибших в результате взрывов на шахте Северная. Помимо слов соболезнований родным, в начале встречи было рассказано о ходе проводимого расследования. Сейчас подключены эксперты. Три научно-исследовательских института, ВОСНИ, институт МЧС России, институт по проблемам горноспасательного дела. И ряд еще других министерств и научно-исследовательских институтов, которые каким образом касаются этой проблемы. Делаются расчеты, моделирование, анализ. И я думаю, ответ все-таки будет найден. Иначе, не найдя ответа, неизвестно, как дальше поступать в подобном случае. Такого быть не должно. Где-то эта причина есть. Я заверяю вас, мы ее найдем. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях Александр Белокобыльский, Владимир Петров, Сергей Смыченко, Евгений Цурков, Павел Шакиров награждены посмертно орденами мужества. Награды были торжественно вручены женам погибших. К сожалению, происходят трагедии, которых мы не в силу предотвратить. Я еще раз преклоняюсь перед семьями. Прошу вас прощения, что мы не смогли сделать все, чтобы уберечь, не дать смерти забрать ваших родных, близких. Но каждый здесь присутствующий сотрудник, работник, горно-спасатель, сотрудник государственной противопожарной службы, я думаю, сделает все, чтобы быть достойным ваших близких. Свои соболезнования семьям и друзьям погибших выразили руководитель администрации Игорь Гурьев и его первый заместитель Светлана Чечерина. Генеральный директор Воркутауголь Владимир Шаблаков также присутствовал на вручении орденов. Я в первую очередь хотел прощения, попросить за то, что мы шахты не уберегли от аварии, где погибли 31 горняк и 5 горно-спасателей. Хотел бы выразить бесконечное уважение и благодарность всех шахтеров Воркуты, горно-спасателям. Наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы у вас было как можно меньше такой опасной работы. Епископ Воркутинский Иусинский, владыка Иоанн в своей речи сказал, что любовь неизмеримо сильнее и крепче смерти, и что высшее ее проявление – отдать свою душу во имя спасения другой жизни. Память погибших горно-спасателей почтили минуты молчания. Галина Батурина, Денис Кораблев, ТВ Головы, Воркутан.